Здравствуйте, всем привет! Добрый вечер! Как нам повернуться так от солнца? Узнали? Мы, кстати, сегодня с тобой как партнер. Как мы всегда видео начинаем. Добрый вечер, мы из Украины. Прилетели. Смотрите, мне дарят две метлы, одна гламурная, одна натуральная. Я думаю, на Вальпургиевую ночь летать будем очень классно. Меня муж спрашивал, или я еще... Я когда их делала, меня муж спрашивал через окно тут на Тарасе, спрашивал, я постукала, я говорю, что ты хочешь? Он мне говорит, у тебя есть еще время, или ты уже улетаешь? Вы видели, вот так мы готовимся к Вальпургиевой ночи. Огромнейшее спасибо. У меня теперь в коллекции три метлы, а я, наверное, эти на входе повешу, потому что идет Вальпургиевая ночь. Сегодня меня так поразили наши туристы. Я там стояла как дилетант, просто, понимаешь? Я ни к чему не готова. Я ни к чему не была вообще готова, оказывается. Меня уже спрашивают, как я буду выглядеть. Мне нос ведьминский подарили. А я в субботу выезжаю из дома в полпятого. У меня в полшестого выставка цветов. Мне нужно успеть до открытия магазина посадить. Это, наверное, папа пришел, да? Да, да, да. Нужно закругляться. Все. Закруглялся. Чтобы он не думал, что это мы его детей фоткаем. Нет, просто. До скорого. Здравствуйте, всем привет. Добрый вечер, мы из Украины. Добрый вечер, да, мы из Украины. Обещаем вам из Германии. Сейчас речь пойдет о вот этой вот штуке, которая не настолько уже страшна, как кажется. Рассказываю тем, кто еще не знает. До 1.06, если я где-то ошибаюсь, ты меня поправляй. До 1.06 все беженцы из Украины должны перейти с социалки на джоб-центр, на центр занятости. Объясню вам почему. До этого те, кто приехали, они получали социальную помощь на руки, как беженцы. Но так как Украине разрешено работать и даже иметь свои фирмы, до 1.06 вы обязаны подать вот этот антрак. Антрак – это заявление. И вы обязаны перейти на пособие по безработице. Почему? Потому что одновременно вам будут искать работу. И в этой анкете вы напишите свой имейл. Вы будете ходить, вас будут приглашать на работу. Вы должны будете ходить с этим листом и отмечаться, где вас берут, где вас не берут, где вы подходите, либо не подходите. У нас есть буквально только 10 минут. Мы хотим сейчас вкратцах это объяснить. И для всех это уже все станет понятным. Здесь нет ничего страшного. Смотрите, сразу говорю, вот эта вот штука, да? Вот эта сторона, она вами не заполняется. Заполняется здесь. Не знаю, я 4 раза пыталась видео снять, я не могу это переворачивать. Нет, нет, я думаю, что люди разберутся. Я думаю, что все разберутся, все подивлятся, все зрозумеют. Все равно, ну, все девчата у нас розумные, интеллигентные, майже все с высшим освещением. Я думаю, что это не такая страшная штука, как она выглядит. Там все очень четко, очень правильно прописано. И очень много информации в целом не относится. То есть вам нужно, как уже Галя сказала, первая сторона, самая основная. И далее сейчас на пояснение. Здесь самое основное, это первая и последняя страница. Немцы очень любят четкость. Я не говорю, что то, что внутри, это, кстати, 6 листов, что это не важно. Но вы должны понимать одно. Это подача на пособие по безработице стандартная для немцев. И такие вопросы, как номер вашей медицинской страховки и так далее, к вам это не относится. Либо есть у вас там имущество, дома и так далее. Это к вам не относится. И достаточно основные моменты здесь заполните. Чтобы их заполнить, как уже сказала Эвелина, для этого, честно вам скажу, много ума не надо. Я сейчас написала на примере вот здесь вот Андеры. Это ваш пол, мужской, женский либо средний. Мария, там имя Мустер, девичья фамилия. То есть это такие вещи, которые, если вы по слову введете в переводчик, вы это переведете. Например, ГБУРТСЛАНД, УКРАИНА, а вот ШТАЦЕНГЕГЕОРИХКАЯТЬ, но это вам переведет любой переводчик. Это ваше гражданство. УКРАИНИШ, УКРАИНСКОЕ. АЙНРАЙЗЕДАТУМ. То есть вот так по слову, если вы будете переводить, нет вообще никакой проблем в этом. Например, вот здесь есть один такой вопрос. Я, например, отметила то, что его еще нет. Поэтому я поставила крестик вот здесь. Ваш адрес, где вы живете, индекс, город, номер телефона, когда прибыли. Я думаю, что это все зрозуміло, там ничего складного немає. Наступние стринки, они больше складніші, и они взагалі до нас, до украинцев не відносятся, потому что это меньше тибетальные описи того, что уже женаты, разведены, как это еще сказать. Это такое все. Мне кажется, вот здесь достаточно будет первой страницы и последней. В последней странице, сейчас я вам это покажу. Вот здесь вы пишете свое имя, и вы здесь пишете Ибанума. Это номер, который на вашей карте немецкой. Поторопитесь и сделайте себе немецкие карты. Щот в немецком банке, правильно? Смотрите, сегодня я получила информацию в мета-центре, специальную. Социаль-Ампт подзвонил в мета-центре и сказали, чтобы... Потому что они знают, что у нас есть курсы в мета-центре, что там девчатки собираются, что есть садочек, что приходят, что есть контакт с украинскими девчатами. И им сказали, чтобы дать информацию всем, абсолютно всем, чтобы абсолютно все наши люди сделали себе рахунки в немецких банках. Ну, то есть вы открыли рахунки в немецких банках, то есть вы открыли карточки, достали в немецких банках. Потому что те, кто не сделает до 1.06, не будут получать социальную помощь. Услышали все? То есть вы ее не будут куда переводить. Не будет вам никто после 1.06 давать на руки наличку. Ну, то есть это факт, это закон, и вам ее нужно открыть, если вы хотите дальше отрабатывать социальную помощь. Теперь давай, наверное, еще добавим к тому, что одни девчатки пошли просто в постбанк, и в постбанке им просто по немецким паспортам открыли эти карточки. По украинским. По украинским, прошу прощения. По каким? Закордонным, чи биометричным, чи нашим внутрешним. Потому что много людей приезжали с внутрежними паспортами. Если кто-то приехал с внутрежним паспортом, и закрыл по нему, может открыть по нему банковскую карту, будь ласка, поделиться своим опытом. Потому что я, например, не знаю, как это происходит с внутрежним паспортом. Я знаю, как это происходит с закордонным паспортом, потому что яёл myself. Оно вы открыть также с украинским паспортом. Я сказала уже всем, кто приехал несколько недель назад, всем, кто приезжает сейчас. Приехали с внутренним паспортом, вот этим, который книжечкой, ай-ди-картой. Садитесь на бесплатный поезд, едете в Гамбург и берете себе довидку. Это вот такой листик с вашей фотографией. Фотографии везите с собой. Со штампиком посольства, где написано на украинском и на латинском ваше имя. И это замена вашего паспорта. Ты думаешь, что мужчина не сказала, что потребно, что наше консульство сказало, что возвратались в миграционную службу? А я ездила. Я приехала с семьей из Харькова в Гамбург. Это на початку было? На початку, да. Это было, да. Треба уточняти, потому что, ну, это было на початку, сейчас мы не маем, это не 100%, мы не можем давать 100% информацию, что они поедут и они отримают. А мы спросим, потому что у нас едуть в пятницу девочки. Да, вот, давайте так, давайте мы задаем то питание, чтобы оно было и чтобы мы могли 100% сказать так оно или нет, потому что мы не можем посылать людей и сказать, да, идьте, берите. Мы не уверены, потому что я слышала уже, что там они кажут, звертайтесь в миграционную службу вашу. Это не до нас питание, не до консульства, а до миграционной службы. То есть, а осеннадь не может. А чем поможет миграционка, если ты приехал без документов? Так они же должны его выдать на основании того, что человек заявил себе, как его зовут. Так, мы это в пятницу выясним, потому что в пятницу едут наши девочки в посольство и мы... И они запитаются уже... А вот что касается вот этого всего, распечатываете. Где ты нашла этот антроп? Я вроде бы скидала. Это кто изнашил из этих чатов наших. Я распечатывалась в группе с нашей. Да, с нашей группы. Это Машенька, по-моему, изнашила. Вот здесь вот, а внутри это тоже не так страшно. Это может заполнить любой, потому что здесь идёт объяснение. Живёте одни, не одни. Там достаточно, кстати, существительное всегда пишется с большой буквы. Там достаточно перевести. Есть программы в телефонах, в котором вы переводите. С детьми, без детей, с мужем, без мужем. Есть ли какого рода там имущество. Либо вы сами воспитываете ребёнка. Есть ли у вас какие-то болезни и так далее. Но мне кажется, на вот этом начальном этапе достаточно первой и последней страницы. Так, если по возможности что-то у вас есть, что вы можете далее заповнить и заповнять, если вы не впевнены, ничего страшного, вас выключат на термин и вы можете это всё потом на термине ещё раз пройтися и всё ещё до... По поводу карточек я хотела ещё добавить, что те, кто пошли в постбанк, просто открыли счета. А те, кто пошли в шпаркас, это другой банк, им сказали, во-первых, нужно делать термин, во-вторых, на этот термин приходите, пожалуйста, со что я нума. Что я нума? Это ИНН, идентификационный номер. Как его получить? Его получаете вы тогда, когда вы прописываетесь. Когда вы изначально приехали и пошли стали на учёт на социалку, вы не прописались. Вы просто сказали, где вы живёте, вы получаете деньги. А прописаться нужно в бюргацентре, там нужно сделать онлайн-термин. Я на прошлой неделе делала онлайн-термин одной семье. Просто в компьютере заходите в штат, вы зарезает гидр. 19 мая первый свободный термин, когда они пойдут и пропишутся. И после того, как они пропишутся, они получат по почте в течение двух-трёх недель идентификационный номер и с этим номером пойдут в банк. Вот теперь задумайтесь о том, что если с первого числа, с первого июня вы не сможете получать в кассе социалку на руки, а вам нужно поставить вот этот антрак и иметь карточку, насколько это время вот уже прям вчера. Понимаешь, да, о чём я? Да, случайно. То есть, если сейчас кто-то ещё этого не сделал, да, они пойдут, они пропишутся, они получат этот номер. Либо второй вариант я вам рекомендую. Идите в постбанк и делайте постбанк, если постбанк не требует этого. Почему девочки выбирают банки? Потому что в тех районах, в которых они живут, не во всех районах есть тот или иной банк, чтобы не ездить в свой банкомат. Например, из Фреденберга в Лебенштейд, в разные районы, они выбирают тот банк, который рядом у них с домом. Ну, это, в принципе, не моя ничего сказного, потому что карту я можно разруховываться в водиком магазине. А ещё самое важное, что ты, когда получаешь квартиру, у тебя за свет снимается с карточки и за интернет снимается с карточки. Да, ну, то есть это очень-очень важно. Поэтому поднимайтесь, идите и делайте карточки. И вообще делайте все документы, потому что здесь на самом-то деле нет ничего сложного. Нет, я сказала, что это очень важно, иметь все документы заполнены, сделаны в правильных папках и все остальное. По-моему, ты видела? Да, я читала, это правильно. Потому что это у всех так. Ну, то есть реально это у всех так. Мы будем закругляться, наверное. Да, всё. Всех целуем, обнимаем. Спасибо. Пока-пока.